21 век. Век высоких информационных технологий, где все большее число людей стараются решать свои задачи в интернете. Совершить банковские операции, купить продукты, заказать одежду – все это россияне все чаще делают со своего смартфона. Наверное, единственной нерешенной проблемой, которая волнует граждан по всей стране, остается запись к врачу. Однако совсем скоро это изменится. Здоровый я. Мобильное приложение, которое не имеет аналогов в России. Благодаря сервису у пользователя появится возможность в один клик записаться на прием к врачу, заказать необходимое лекарство, а также отследить показатели жизнедеятельности в своем телефоне. По словам создателей экосистемы Артура Забирова и Алима Гулиева, это настоящий прорыв в секторе здравоохранения. В рамках одного приложения «Здоровый я» человек сможет заказать лекарство на дом. Вот он болеет путем интеграции с Яндекс.Доставки, например. Ему привезут лекарство безрецептурное. Он сможет забронировать лекарство, он сможет вызвать врача родом и так далее. Также в приложении будет возможность следить за активностью жизни, будут трекеры для отслеживания активности здоровья, будут напоминания о том, что нужно выпить лекарство и так далее. Но вот самый первый функционал – это будет запись на прием к врачу и запись на анализов следования. У здоровья есть цена и время. Пользователи приложения смогут получить не только своевременную медицинскую помощь путем нажатия пары кнопок на своем смартфоне, но и различные бонусы. Для этого человеку нужно будет всего лишь поддерживать физическую активность на достойном уровне. По словам создателей, тренд на здоровый образ жизни поможет сохранить копеечку в кошельке. Например, берем город Казань. Здесь у нас есть шагомер. Топ-10 человек, например, кто вот скачал «Здоровый я», у нас будет каждый месяц обновлять статистику. Топ-10 человек, кто сделал больше всех шагов за этот месяц, получают от нас по тысячу баллов. Да. То есть 10 тысяч баллов на 10 человек. То есть он сможет их потратить, записавшись к врачу, купить какие-то лекарства, когда будут аптеки доступны, записаться на какие-то анализы, расследования. То есть это плюсы для клиник тоже, потому что мы увеличиваем расходы спроса на медицину и для пользователя, потому что люди, которые, например, следят за активностью жизни, стараются много ходить, двигаться, для них это будет еще дополнительная мотивация. Точкой роста и фундаментом для реализации приложения «Здоровый я» стала победа на конкурсе «Студенческий стартап», где студенты выпускного курса бакалавриата Института управления экономики и финансов получили финансирование на создание приложения. Оно появится в Play Market и App Store к концу февраля-началу марта 2023 года. После партнера будут вести переговоры с потенциальными инвесторами. На всю экосистему «Здорового я» необходимо 120 миллионов рублей. Тогда сервис будет доступен в большинстве городов Российской Федерации. Ну а уже сейчас каждый желающий может поддержать стартап-студентов на краудфандинговой платформе BoomStarter. Карина Саяхова, Никита Акиншин, Универньюс.